Евгениальный список литературы. В описании под роликом вы получаете ссылку на список книг, утвержденных Евгением. Но, тем не менее, расскажите нам, пожалуйста, Евгений, о списке книг. Да, вы знаете, так случилось в жизни, что вопрос о том, что почитать, или еще страшнее, какую книгу или какие книги. Иногда пишут в личку, в фейсбуке, какие две книги, почему две, вы бы советовали почитать для саморазвития. Вот таким бактериям, с таким уровнем формулировки им вообще не надо читать. Вообще не надо читать, это не в коня корм. Это уровень животного. Тем более, когда я в своих роликах, интервью, у меня же больше тысячи больших больших роликов, больше тысячи. И там во многих упоминаются книги. В моей монографии, которая уже книга, вы ее прочитаете, 900 страниц, а там 4000 сносок и библиография в несколько тысяч наименований. В постах на фейсбуке я упоминаю часто книги. И вот после всего этого, а я это делаю 20 лет, после всего этого находятся животные, которые пишут регулярно, постоянно, а посоветуйте что-нибудь для саморазвития. Кроме напалма, гильотины, волчьи ямы, мора, сибирские язвы и прочего, им я посоветовать ничего не могу. Потому что это те, кто вот так формулируют, важно же как, в искусстве важно как, а не что. Это лентяи, наглецы, дураки. И я повторяю, им не нужно читать вообще ничего. Что касается списка книг, то повторяю, важно то, как вы читаете. Не только что, но как, в принципе, кто, важно кто читает. Ведь многим даже вообще не нужно читать, это не поможет. У них мозг такого свойства от рождения, что это бессмысленно туда что-то кидать. Даже много. Но это отдельная тема, если хотите, мы поговорим про модные скорочтения, то, как читать, как концентрировать внимательность. Это, если хотите, мы можем поговорить, это темы важные, но это отдельная тема. Вот по поводу книг. И поскольку за 20 лет страшно меня каждый день достали вот этим вопросом, ну, что, что почитать, какие книжечки вот это вот на паперте, ну, какую книжечку какой-нибудь, да. И я говорю, ну, уже давайте список. Да, и вот я, мои ребятки, помощники из того, что я накидал им, прислал просто, в общем, они сформулировали, в том смысле, что я написал просто название, там, имя автора и половину названия книги, они это как-то расшифровали и сделали список. И вот он выложен. Этот список, я бы сказал, что он первоначальный. В каком смысле первоначальный? Он общекультурный. Понятно, что всем не нужно читать книжки, специальную литературу по физике, по биологии, по нейрофизиологии, по истории средних веков, по истории там, древней Индии, по истории Месопотамии и прочее. Всем, может быть, и не нужно, да. Это вот список, который общекультурный для того, чтобы вы прикоснулись к образом цивилизации, чтобы вы впитали в себя базу нашей с вами цивилизации. Потом, вот я думаю, что мы сделаем второй список, специальный, где немножко уже так вот есть диверсификация на труды по разным научным дисциплинам и исторические труды, крупнейшие труды по разным эпохам историческим, которые наиболее, с моей точки зрения, качественные труды. Но вот этот список, который там выставлен, он общий. То есть, здесь, конечно, бильярд, такая билетристика на первом месте. И, конечно, здесь есть место и Шиллеру, и Томасу Ману, и Политу Тену даже, Теннису Уильямсу, Стендалю, Марку Твену обязательно, даже Достоевскому, которого я не очень люблю, но Достоевский еще до того, как его свели с ума, а его же свели с ума, потому что была вот эта имитация казни и прочее. И у Достоевского есть замечательное произведение, называется «Скверный анекдот». Скверный анекдот, изумительная штука, она про общество той Руси, которую мы потеряли или недопотеряли, вот почитайте. Я весь список долго читать, вы его здесь выложили, просто я хочу упомянуть, да, вот поэты, я перечисляю, конечно, Бодлер, Кавафис, я думаю, что Константинаса Кавафиса большинство не знают, великий греческий поэт, реформатор поэзии, очень интересная личность, его Бродский обожал, ставил, ну, если не выше всех, то вот, наверное, Оден, Цветаева, Мандриштам и вот, может быть, Кавафис, Уитмон, Цветаева, Ахматова, Бальмонт, Байрон, Жерар Денербаль, Рэмбо, Верлен, причем Рэмбо, конечно, не только поэзия интересная, может, даже не столько, а биографии, Рюрик Ивнев, вот, кстати, Рюрик Ивнев, полузабытый, но и изумительный, Михаил Кузьмин, Николай Гумилев, Демюссе, Альфред Демюссе, Северянин, он думает, он гений, Игорь Северянин, какой он гений, когда все знают, так, Оден, конечно, Хью Оден, Набоков, причем Набокова я помещаю отдельно и в список литераторов, и в список поэтов, и я повторяю, что Набоков для меня интересен прежде всего как поэт, потому что литератор, он виртуозный литератор, но мне более интересен как поэт. Итак, очень долгий список, есть какие-то такие общие места, да, ну, для формирования, понимаете, как, это не для тех, которые уже прошли путь, может быть, список, да, это для тех, кто в самом начале, поэтому, конечно, здесь и Артега, Гассет, Восстание Масс, и можно почитать эту очень примитивную литературно-банальщину Рент, Атлант расправил плечи, но, ну, вот, чтобы вы вот там могли вставлять кому-то в разговор что-то, да, тоже. Евгений Шварц, все сказки обязательно на первом месте про физику, химию, биологию и научные книги потом, вот, сказки Шварца, сказки Андерсона на первом месте, в них жизнь, в них вся жизнь, вот, кстати, а у Шварца не только жизнь, а еще и вся политология, вся политика, антропология, все есть в сказках Шварца, Паскаль, Спиноза, Рабле, кстати, Рабле, да, я вас удивлю, Герцен, Белое и Думы, это нужно, вы знаете, ну, так для общего развития, надо знать, что там происходило, как, о чем думали в 19 веке, в такую эпоху классицизма, такой небольшой изыск, хотя, ну, не для всех изыск, конечно, Тамази де Лампидузо, Леопард, по которому Висконте снял фильм, да, так что вот список, он у вас там опубликован, но это такой, я сказал, первоначальный, мы должны сделать еще список более, ну, вот, по разным-разным дисциплинам, давай дальше.